И снова приветствую всех на своем канале, друзья мои. Здравствуйте, здравствуйте. Очень рада снова гулять с вами по прекрасному острову Уайт. Сегодня у нас великолепная погода. Посмотрите опять, очень солнечный день, чистый, ясный. И несмотря на то, что у нас всего лишь только сегодня 22 января, температура плюс 8, я вам опять озвучиваю. Но вы знаете, вот иногда вот такие чистые дни даже приятнее гулять и кажется теплее, нежели если когда моросит дождь и солнца не видно вообще. Я вам делаю съемку, наверное, вот уже последние денечки, потому что я опять уезжаю, друзья мои. Хочу вас всех предупредить, чтобы меня не теряли те, кто интересуется. Я уезжаю опять в Таиланд на месяц и вернусь, наверное, только в конце февраля. Ну вот надеюсь, что вы меня не потеряете. Надеюсь, что какие-то я смогу вам оттуда все-таки вести репортажи. Но пока любителям Англии вот такое вот сообщение. Надеюсь, что мы с вами не потеряемся. И надеюсь, что я какие-то еще интересные видео для вас там сделаю в Таиланде. Ну и, конечно же, я по привычке уезжаю, потому что здесь все равно очень холодно. Как вы знаете, у меня в квартире сырость и отопление. В общем, не всегда я могу включать электрическое, потому что дорого. Ну и поэтому, в общем-то, наверное, будет для меня лучше и дешевле зимовать в Таиланде. Вот как-то так. Ну а я посмотрите, по какому красивому месту опять с вами хожу, друзья. Просто великолепно. Мало того, что здесь вот сделали такой красивый пенек с белками. Это все вырезано из одного куска дерева. Оставили этот пенек. Тоже довольно часто можно встретить вот такие украшения на улицах Англии. Эти старые деревья высохшие. Их не выкорчевывают под корень, не срезают. А оставляют вот так вот эти пеньки, чтобы потом сделать из них вот такие вот интересные украшения для своего сада. И опять же несколько раз уже тут бегают белки под ногами у меня. Как бы мне, как бы показать вам. Вот эти Red Squirrel они называются. Red, это значит красный по-английски. Но это имеется в виду, что они вот рыжие белки по-нашему, да? Вот так вот, Red Squirrel. Еще раз вам расскажу эту интересную историю. Red Squirrel англичане очень любят. Они обожают. Они считают, что вот именно английские белки это Red Squirrel. Squirrel это белка по-английски, как вы понимаете. А вот есть еще Gray Squirrel. Это серые белки. Серые белки были завезены сюда, и они иностранки. Так вот, Gray Squirrel они, англичане, не любят, не признают. И вообще за белок не считают. Хотя Gray Squirrel здесь тоже довольно-таки много этих серых белок. Они очень даже симпатичные. Ну вот, понимаете, они были завезенные, они не местные, они иностранки. И сразу же к ним плохое отношение. Говорят англичане, что они наглые. И они наших местных рыжих белок притесняют. Потому что рыжие белочки, они как-то помельче, чем вот эти серые, безобразные, завезенные сюда. И поэтому вот даже, понимаете, к белкам, к пришлым у англичан вот такое вот отношение. Что они их, даже этих несчастных зверьков, не считают своими конкретно. А свои белки у них Red Squirrel. И поэтому у них бывает и название. Вот я знаю, есть такие специальные фирмы Red Squirrel. Часто можете, может быть, тоже встретить, кто здесь живет. Но вот Gray Squirrel, серая белка, никогда, нигде ничего подобного не увидите. Вот так вот англичане относятся ко всему пришлому и всему, не своему, не родному. Поэтому вы прекрасно понимаете, что вот человек, если приехал вот такой, как я, у меня спрашивают тоже частенько мои зрители, а чувствую ли я себя здесь своей, а смогла ли я за 10 лет как-то прижиться, влиться здесь в английскую жизнь. В общем, да нет, вы знаете, нет, даже об этом нет и речи. И я даже вот на себе заметила вот то, что англичане никогда не пустят к себе каких-то вот пришлых приезжих. То есть, вот смотрите, какая со мной, допустим, история произошла. Мой муж, он относился к старой вот этой вот, так сказать, как сказать, средний класс он был. Ну, где-то, вы знаете, вот, наверное, ниже даже среднего класса. То есть, вот вторая ступенька пониже хорошего среднего класса. Ну, это я так считаю. Но, тем не менее, все-таки у него была уже, как говорится, третья ступенька в их вот этой вот классовой лестнице. И вот этот пробас-клуб, в котором мы состояли, там как раз были вот такие вот середники, средний класс такой устойчивый. И мало довольно-таки вот таких вот уже второй степени средников. Даже не знаю, но я думаю, что вы понимаете, как мне это все вам объяснить трудно. Вот. И вот это вот я попала в это вот у них общество. И это довольно-таки высокий уровень, скажу я вам. Я, понимаете ли, все это вам объясняю не для того, чтобы как-то себя тут возвысить или что. Я просто сейчас только-только стала это все сама понимать. И вот вы знаете, что еще хочу я продолжить? То, что когда мы с мужем куда-то ходили в гости, очень часто ходили к англичанам в гости, к его знакомым, к его друзьям. И они ко мне относились очень хорошо. Ну, то есть я так предполагала, что они хорошо относятся. Всегда улыбались, всегда приглашали нас вместе же на обеды, на ужины. И никогда, в общем-то, никакого отторжения я не видела и не чувствовала. Ну, вероятно, потому что так как я была законной женой Рентона, то они меня и вроде бы как и приняли. И смотрели сквозь пальцы на то, что я не из их класса. И как только мой муж умер, то, естественно, что со мной они перестали общаться. Может быть, кто-то смотрел мои самые первоначальные видео, когда я недоумевая рассказывала, что вот они такие эти англичане странные, что со мной расцеловывались поначалу, что вроде бы как такие были друзья все, все всегда очень доброжелательно относились к нам. И как только умер мой муж, так никто даже и не вспомнил. А вот это как раз, как я понимаю сейчас, это очень такой как раз всё подтверждающий случай. Это очень такой жизненный, обыденный случай, который прекрасно можно объяснить вот именно тем, что я была не из их общества, и они только терпели меня благодаря моему мужу. Как только муж мой умер, то поняли они прекрасно, что я здесь чужая, и никогда я в их общество не была вхожа, тем более сейчас вот, когда я одна. Думаю, что вы поняли, друзья, то, что я вам попыталась. И посмотрите, что мы видим. Это уже вовсю цветёт мимоза. Я не перестаю восторгаться, восхищаться вот этой красотой английских садиков и вот этой такой странной здесь у них погодой и природой, чтобы в конце января уже вовсю расцвела мимоза. Но здесь, наверное, почему она так рано уже распустилась и расцвела, что здесь очень солнечная такая поляна. Солнце светит, и как раз тепло, и то, что нужно для этой великолепной мимозы. Температура всего лишь навсего плюс 7 градусов, но тихо, солнечно, прекрасный день. Вот такое сегодня для вас моё видео. Немного рассказала, немного показала. А на этом, друзья, я с вами прощаюсь. Не забывайте ставить лайки. Подписывайтесь на мой канал тем, кому нравится, как я веду его. И желаю вам всего доброго. Увидимся. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok